Добро пожаловать на мой канал! Так что да, если вам интересно посмотреть, что же у меня появилось новенького из косметики, то, конечно же, оставайтесь со мной. И первое, что я вам покажу, это будет вот такая вот палетка от фирмы Sleek, и это безумно красивая палетка с помадами. Она шла вот в такой вот коробочке, коробочка тоже, кстати, безумно красивая, и здесь идет очень большое зеркало, так что если вы будете носить эту сумочку с собой, то вам даже не надо будет носить отдельно зеркало, что, в принципе, мне кажется, очень удобно. Все помады безумно красивые, она называется Lip for Lipstick Palette, и там 4, как вы уже видите, 4 красивых розовых оттенка с матирующим, блестящим и с сатиновым финишем. Да, очень красивые оттенки, очень долго держатся. Здесь также шла такая небольшая кисточка, аппликатор для нанесения помад, но, в принципе, мне она не понравилась, кисточка очень маленькая оказалась, и я с ней намучилась. В итоге я пришла к такому выводу, что эти помады лучше всего наносить безымянным пальчиком, и я, в принципе, не имею ничего против. Конечно же, я предпочитаю помаду наносить из пули, потому что мне кажется, что это самый удобный способ нанесения, но, в принципе, ради таких цветов, ради вообще косметики Sleek, я не знаю, я готова наносить и пальцем, и чем угодно. Ну да, кисточка не получилась, я даже не знаю, куда ее делать, потому что мне она настолько не понравилась, хотела вам показать, как она выглядит, но, по-моему, я уже ее выпустила. Все могу посоветовать, безумно классная косметика, вообще Sleek, это, вы знаете, такой бренд, который очень бюджетный, но качество у него очень хорошее. Если вы обратите внимание на упаковку, она такая достаточно солидная, как я уже вам сказала, да, большое зеркало, легко открывается, легко закрывается, ничего, там, в сумке не раскроется, не размажется, так что в этом плане все очень надежно. И да, очень советую, палетка сама называется Showgirl, и у нее номер 857, я очень довольна, и вообще всем, кто ищет бюджетную косметику в нас, к сожалению, в Латвии, палетки и вообще косметику Sleek, достать невозможно. В России, я знаю, в Москве так точно есть уже стенды с косметикой Sleek, поэтому, да, если вы наткнетесь, обязательно присмотритесь, очень-очень хорошая вещь. Следующая обалденная вещь, которую я вам покажу, будет также от бренда Sleek, и это уже вот такая палетка, но эта палетка не помад уже, а палетка бронзера и румян. На самом деле, вначале, как только я ее получила, я немножко так сконфьюзилась, потому что у меня никогда не было вот таких вот бронзеров или румяна и хайлайтеров, которые нужно смешивать. Как вы видите, здесь четыре цвета, и когда я только это получила, я подумала, как же ей пользоваться, потому что у меня всегда был либо бронзер, так уж одного цвета бронзер, либо румяна, так уж одного цвета румяна. А здесь я прочитала на упаковке, вот так вот выглядит упаковка, тоже очень красивая. Там написано, что вы можете смешивать все четыре цвета, а также вы можете смешивать по два цвета, вот так вот вертикально, или использовать по одному цвету. Честно говоря, как вы видите, да, эти цвета, они не очень большие, поэтому, чтобы использовать эти цвета по одному, достаточно нужно, так, покорячиться. Вот, но я попробовала первый раз, смешала все четыре оттенка, и на самом деле результат обалденный. Он, когда перемешивается, он дает такой очень натуральный эффект, и он как бы, если вы его наносите, то вам даже не нужно наносить румяна, потому что он вам заменяет и бронзер, и румяна. Вы можете им контурировать, вы можете им наносить только, например, вот этот маленький красный розовый цвет, как румяна, как я и делаю. Последнее время я приноровилась вот так вот выкорючивать вот этот маленький розовенький квадратик и наносить уже только как румяна, потому что все-таки бронзер мой любимый, это Hula от Benefit, я ему не изменяю, но вот эта альтернатива очень хорошая. В принципе, конечно, я все-таки склоняюсь к тому, что смешивание цветов это не совсем мое, но пигментация обалденная, они все матовые, все цвета очень красивые, я думаю, что как для загорелой кожи, так и для бледной кожи. Уже цвета подойдут, так что да, упаковка также очень удобная, с большим зеркалом, закрывается очень плотно, так что очень хороший продукт, называется Brond Block, и у меня он в оттенке Light, так что присмотритесь. И в завершении темы от Sleek я вам покажу последнюю палетку, которая выглядит вот, она отражает там все, что можно, вот таким вот образом, очень красивая у нее упаковка, сейчас я ее вот открою, вот так вот она выглядит изнутри, и это палетка хайлайтеров, она ушла вот в такой вот упаковочке. На самом деле, я, если честно, обалдела, когда увидела эту упаковку, потому что я в нее влюбилась моментально, и если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы, наверное, знаете, что я охотилась за хайлайтерами, просто как сумасшедшая, пыталась найти подходящий хайлайтер, но так и не нашла, в итоге вернулась к своему любимому, к своим любимым теням Катрис, который заменяет мне хайлайтер на 100%, и перестала палиться. Но когда я получила эту палетку, я просто подпрыгнула до потолка, подумала, ну, наконец-то. Но, к моему большому сожалению, здесь три цвета из четырех, три цвета, вот этот, вот этот и вот этот, они кремовые, и лишь один, только матовый. Я не очень люблю кремовые вообще продукты, потому что, не потому что их невозможно нанести, когда ты уже запудриваешь свое лицо, просто мне кажется, что кремовые продукты, с ними немножко больше возни, и, я не знаю, я люблю экономить свое время, потому что, мне кажется, я и так достаточно долго, достаточно много времени трачу на макияж, поэтому я стараюсь экономить время, хотя бы нанося пудровый продукт. Поэтому, к сожалению, эта палетка не очень работает для меня, но для людей, которые любят кремовые продукты, я вам ее очень советую, потому что пигментация у них обалденная. Хайлайтер, вот этот вот беленький цвет, он просто шикарный, у него такой перламутровый блеск. Также, что мне не нравится в этой палетке, это то, что все цвета являются с таким легким шиммером, потому что все-таки я люблю матовые оттенки, потому что, мне кажется, я своим хайлайтером уже и так придаю достаточно блеска своему лицу, поэтому я не очень люблю, когда все мое лицо просто блестит. Так что, для тех людей, кто любит блестючки, для тех людей, кто любит всякие такие вот примочки, я думаю, что эта палетка понравится, но не совсем мое. Следующий продукт, который я вам хочу показать, это вот такая вот губная помада от Catrice, вы, кстати, можете наблюдать сейчас у меня на губах, и это такой очень красивый глубоко красный цвет с холодным синеватым подтоном, который вам позволит сделать ваши зубы немножечко белее. И вообще мне очень нравятся красные помады именно с холодным таким синеватым подтоном, потому что мне кажется, что именно к моему типу лица и к моему цвету кожи они подходят больше. Вот так вот она выглядит, такая обычная пуля, очень легко наносится, у нее легкое такое покрытие, и она абсолютно матовая, что мне очень-очень нравится. Я вообще очень люблю матовые помады, особенно если это красная помада, то и матовая помада, то это вообще, знаете, такая идеальная комбинация. В принципе, по поводу того, сушит ли она губы или нет, знаете, как любая помада, конечно, когда она у вас на губах находится достаточно долго, то да, немножечко она вам губы подсушивает, но в принципе за такую цену, мне кажется, что она стоит в районе 4, ну максимум 5 евро, абсолютно достойный вариант, и также, чтобы она вам меньше сушила губы, я бы вам посоветовала перед тем, как наносить губную помаду, обязательно нанести бальзам для губ, и тогда, конечно же, ваши губки будут мягкими и увлажненными гораздо более длительное время. В принципе, помада очень красивая, называется она Mattraction, и у нее цвет 360, конечно, все названия я оставлю под видео, так что не волнуйтесь. Очень хорошая помада, бюджетная, красивая, матовая, так что присмотрите, продукт от фирмы Lancome, и это вот такой вот праймер для лица. Если честно, это мой самый первый праймер для лица, потому что до этого я никогда праймерами для лица не пользовалась, и вообще не понимала, зачем они нужны, и мне казалось, что это просто пустая трата денег, деньги выброшены на помойку и так далее. Но, вы знаете, времена меняются, и я решила таки поэкспериментировать и посмотреть, действительно ли праймеры так уж необходимы для нашего макияжа, потому что я всегда пользуюсь базой под тени для того, чтобы тени держались дольше, чтобы они не скатывались. Ну, я подумала, что почему мне не использовать базу под макияж, и решила купить вот такой вот праймер, вот такой вот праймер от Lancome. Я не знаю, как его прочитать, тут написано La Base Pro, но мне кажется, что это на французском, как обычно, Lancome с названиями, вернее, у меня с произношениями не очень хорошо с французским языком, поэтому не знаю, как точно произнести. Конечно же, название, как всегда, оставлю внизу, но в принципе, вы знаете, я очень приятно удивлена. У нее консистенция гелеобразная, она абсолютно прозрачная, не имеет никакого запаха, имеет очень удобную помпу. Результат заметен. Я не могу сказать, что это тот продукт, без которого я не могу жить, конечно же, я прекрасно могла бы обойтись и без нее, но в принципе, с ней действительно поры сужаются, в тех местах, которые они должны сужаться, да, где-то здесь, где у вас поры более расширенные, я наношу ее немножечко побольше. Как наносится вообще праймер? Изначально вы обязательно увлажняете свое лицо кремом для лица, а затем уже наносите праймер. Праймеры вообще, для чего они нам служат? Для того, чтобы макияж держался дольше, для того, чтобы он ложился более ровным слоем, и для того, чтобы ваши поры немножечко так сузились и смотрелись как в жизни, так и на фотографии более... Вообще, ваше лицо смотрелось более гладко. В принципе, хорошая штука, достаточно она, конечно же, дорогая, небюджетная, ну, фирма говорит сама за себя, но в принципе, я могу ее порекомендовать, потому что хватит вам ее достаточно надолго, так как, я вам говорю, расходуется, она очень экономична. Одного нажатия помпы, там выходит буквально такая маленькая каплюшечка этого геля, но вам хватает ее буквально на все ваше лицо. Так что, для тех, кто ищет хороший праймер, и для тех, у кого есть на это бюджет, могу посоветовать вот такой вот замечательный праймер от Lancome. Такая вот палетка теней от YSL, и да, у меня никогда до этого не было теней от YSL, поэтому, когда они у меня появились, то я очень-очень обрадовалась, конечно же. Очень красивая упаковка, и как в магазине мне сказали, что это лимитированная коллекция, так что я вообще еще вдвойне обрадовалась, подумала, лимитированная коллекция, так что это что-то интересненькое. Ой, очень такая, знаете, красивая, богатая упаковка, соответствует бренду, собственно говоря. И вот так вот выглядят тени, там всего 5 оттенков. И, как вы видите, я его, в принципе, купила ради лишь только вот этого одного темно-синего, такого глубокого оттенка теней. Мне он очень нравится, потому что раньше мне казалось, что к моим зеленым глазам синие тени это как-то, знаете, не очень-таки совместимо. И вот я решила проэкспериментировать, и на самом деле мне очень понравился результат. Иногда я подвожу этими тенями нижнюю линию, что, знаете, дает такой немножечко эффект смоки, такой растушевки. Вообще, в принципе, тени очень хорошие. Можно сделать как дневной, так и вечерний макияж. Дальше там идут два аппликатора, но, в принципе, этими аппликаторами я не пользуюсь, потому что я пользуюсь кисточками. Но, в принципе, этими аппликаторами тоже, если под рукой ничего другого не оказывается, то вполне-таки можно себе нанести эти тени. Пигментация у них очень хорошая, так что вид у них презентабельный. Но, конечно, да, цена у них не самая дешевая, поэтому, если, конечно, выбирать, как сказать, выбирать, знаете, какую-нибудь такую палетку, которую вы будете использовать постоянно, я бы, конечно, не советовала покупать YSL, потому что есть гораздо более дешевые альтернативы. Но, в принципе, палетка неплохая, цвета интересные, цвета красивые, так что я довольна. Целый набор кистей от Ико Тулс. На самом деле, почему я вообще решила купить этот набор? Всего лишь только из одной кисти, я вам сейчас ее покажу. Кисть вот такая вот маленькая и пушистая. Маленькая пушистая кисть. Я искала ее очень давно и нигде не могла найти, я не знаю, у нас в Латвии какой-то повальный вообще кризис с пушистыми кистями. И я уже везде обыскалась, заходила во все возможные наши магазины. Конечно же, я могла бы заказать по интернету, но, как я уже говорила в своих предыдущих видео, я не очень люблю заказывать товары по интернету, будь то косметика, будь то одежда, потому что я все-таки люблю это как-то, знаете, пощупать, потрогать, примерить. Поэтому я люблю покупать товары в магазинах. И да, в итоге набрела я на вот такой вот наборчик от Ико Тулс. И консультант мне сказала, что, в принципе, в одноразовой версии я эту кисточку купить не могу, поэтому пришлось раскошелиться на целый набор. Ну, в принципе, наборчик вот такой стоил 15 евро, и я безумно им довольна, потому что, во-первых, у него очень, как вы видите, маленький размер, его очень удобно будет брать с собой в путешествие. И, в принципе, здесь есть, ну, в принципе, здесь есть все необходимое для того, что вам нужно. Здесь есть, как я вам уже показывала, вот эта вот моя самая любимая кисточка пушистая для растушевывания теней. Также здесь есть маленькая-маленькая кисточка кабуки. Также здесь есть кисточка для минеральной пудры и кисточка для нанесения консилера. Но, в принципе, я ее использую для теней, подвожу, знаете, нижнюю линию для того, чтобы был такой эффект смоки. В принципе, набор очень хороший, очень стоящий. Я ни в коем случае не жалею о том, что я его приобрела. Даже наоборот, я очень довольна, что у меня наконец-то появилась кисточка, о которой я так давно мечтала. Так что, да, присмотритесь, наборчик вот такой вот EcoTools. Ну, вот и все, дорогие мои, спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось и, может быть, оказалось кому-то чем-то полезным. И, да, спасибо большое. Как обычно, я вам желаю отличного дня и прекрасного настроения. И увидимся с вами в следующих видео. Пока! Пока!